Всем привет, мои дорогие! Я Елена Галант, неизменно рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у меня видео «Стиль Боха Шик». Наверное, с момента основания моего канала, время от времени, я получаю от вас запросы снять видео, которое будет полностью посвящено этой теме. И вот, наконец-то, оно созрело. Сразу в самом начале хочу сказать, что дело в том, что я не приверженец этого стиля. Наверное, это тот стиль, с которым я до сих пор навы. Но за то время, что я готовила материал, что я искала образы, на которые я бы хотела ссылаться, я и сама потихоньку влюбилась в этот стиль, по крайней мере, я дала себе обещание дать ему второй шанс. Я очень надеюсь, что если среди вас есть такие же персонажи, как и я, что вы также влюбитесь в этот стиль и пообещайте ему дать второй шанс. Итак, в этом видео я буду показывать готовые аутфиты, как именно составлять образы в стиле Боха Шик. Я буду показывать образы, я буду на них ссылаться, мы будем их анализировать, обсуждать. Я буду показывать, на что нужно сделать акценты, какие вещи вам нужны для того, чтобы создавать современные, интересные, актуальные образы в стиле Боха Шик. И, как всегда, в инфобоксе вас ждет отдельный список тех вещей, которые вам необходимы для того, чтобы создавать образы в этом стиле. Так что не забывайте под каждым моим видео открывать инфобокс, а мы уже с вами непосредственно начинаем. Итак, сначала немного об этом слове, как возник этот стиль, почему именно Боха Шик. Итак, дело в том, что в начале 20 века в европейской части, которая называется Богемия, возникло цыганское племя. Оно ассоциировалось у большей части Европы со свободой, с отвержением каких-то классических европейских аристократических устоев. И тонко чувствующие французы стали ассоциировать такие понятия, как свобода, отвержение традиционных общественных устоев именно со словом Богемия. И вся творческая интеллигенция, художественная интеллигенция, будь то музыканты, деятели театра или художники, их стиль, такой же нарочито свободный, слегка небрежный, стал называться богемским. И в современном варианте это звучит как Боха Шик. То есть у нас добавилась приставка Шик. За все время эволюции этот стиль мутировал. Он впитал в себе много различных моментов из других соседних стилистик. Например, хиппи, которые так полюбили этот стиль, принесли в него кое-что свое. Но все-таки давайте различать стиль хиппи и стиль богема Шик, потому что хиппи — это всегда природные материалы, это всегда любовь к экологии, это зеленое отношение к стилю, и иногда даже наплевательское отношение к каким-то статусным моментам, нарочито наплевательское отношение к статусным моментам, а стиль бога Шик отличается от хиппи именно тем, что они не брезгуют дорогими вещами, дорогими материалами, такими как шелк, к примеру, или золото. И, например, статусная дорогая сумка будет актуально и органично смотреться. Итак, вещь номер один, которая ассоциируется с этим стилем прежде всего, это длинное струящееся ярусное платье в пол, именно ярусное такое, которое состоит из череды валанов, которые при шаге создают потрясающую играющую волну. В большинстве случаев это платье в цветочный принт, но так как в ДНК этого стиля существует такое понятие, как восток, ближний восток, то будут актуальны смотреться такие принты, как, к примеру, турецкий огурец, то есть пейсли, или легкая абстракция, но все же примерно напоминающая цветы. Классическое понимание этого платья это обязательно oversize, обязательно объемное, струящееся, как я уже говорила, которое при шаге будет создавать красивую играющую волну. Но если вы не любитель двойного объема, если вы, допустим, считаете, что вы недостаточно высокое, недостаточно стройное для такого платья, то выбирайте другие фасоны, например, они могут быть с плотной посадкой сверху и уже струящаяся волна снизу. Вот такие платья будут хорошо смотреться и на тех фигурах, которые не могут себе позволить double oversize, то есть двойной объем и сверху, и снизу. Я сейчас показываю примеры тех платьев, которые будут здорово смотреться и на более миниатюрных девочках. Как вы видите, сверху посадка более плотная по телу, а снизу уже есть та самая необходимая струящаяся свобода. Кроме этого, если вы хотите обозначить талию, опять же, если вы не любите слишком объемное платье, то вы можете надеть ремень, желательно, чтобы он был с заклепками, тяжелый, с какими-то интересными элементами. И второй вариант этого же платья, если мы говорим не про принт, а про однотонное платье, то стремитесь к более естественным цветам земли, такие как терракотовые, молочный, цвет слоновой кости или баклажанный цвет. Вот такие цвета будут органично смотреться в этом стиле. Ну и опять же, струящиеся красивые платья с изобилием воланов, это как раз то, что нам надо. Кстати, если мы говорим про бренды, которые прежде всего ассоциируются у нас с этим стилем, то я первым делом вспоминаю Sea by Chloe. Естественно, можно говорить и про Chloe, но если мы не можем себе позволить люксовые бренды, то хотя бы обратите внимание на Sea by Chloe. Их платья в этом стиле выглядят потрясающе. Спускаемся ниже, говорим про обувь. Конечно, прежде всего, это ботильоны, примерно уровня по щи, колодку обязательно замшевая и обязательно нейтральных цветов. К примеру, это может быть карамельный, коричневый, или это могут быть сапоги с широким голенищем, тоже обязательно, чтобы они были замшевые, карамельных, естественных, натуральных оттенков. Вот это сочетание легкого женственного платья и тяжелых сапог или тяжелых ботинок, это как раз то, что нам надо. Хочу вам показать ботинки бренда Chloe. Это Сюзанна Бутс, наверное, модницы, которые ориентируются в модной индустрии, сразу узнают эту культовую модель, которая есть практически у каждой второй модницы. Именно эти ботильоны у меня и прежде всего ассоциируются с этим стилем. И вторая пара обуви, которая тоже прежде всего у меня возникает в голове, когда мы говорим про Боха Шик, это те самые всеми любимые Изабель Маран. Второй вид ботинок, которые органично впишутся в этот стиль, это ковбойские сапоги. Желательно, чтобы это были ботинки, низкие ботинки, но вот именно ковбойские сапоги с острым носком и со скошенным каблуком тоже будут здорово смотреться с летящими платьями. Ну а если мы с вами говорим про более теплый летний сезон, если вы не хотите ходить в ботинках летом, то это могут быть сандалии. Но обязательно обращайте внимание на те сандалии, которые имеют более тяжелые перепонки, более тяжелые ремешки, широкие ремешки, или если это тонкие ремешки, то изобилие этих ремешков для того, чтобы создавать ощущение более тяжелой обуви. Эклектика это как раз и то, на чем построен этот стиль. Легкие женственные струящиеся платья плюс тяжелая обувь. И даже если это сандалии, пускай они будут более тяжелые. Идем дальше, говорим про сумки. Итак, обязательно это должна быть сумка с широким ремешком на плечо, который будет болтаться где-то у вас в районе бедра, с бахромой, замшевая, коричневая, или с кисточками из замши. Особенно, если они крупные, и эти кисточки привлекают к себе внимание. Вообще, как говорят многие стилисты, бохо-стиль построен на деталях. Детали должны быть дорогие, качественные, проработанные. Именно в деталях кроется весь секрет этого стиля. Это то, что мы называем хобо-бэк, то есть сумки хобо объемные на плечо. И опять же, сразу я вспоминаю про культовые сумки Клоя Файе, причем и в большом, и в маленьком размере, или это может быть Изабель Моран, но в обоих случаях, как вы видите, детали проработаны замша, натуральная замша, и есть те самые нейтральные цвета природы, о которых мы с вами говорим в этом стиле. Следующий пункт этого стиля – укладка-прическа. Практически во всех случаях это небрежная укладка, а-ля помыла голову, легла спать, утром проснулась и как будто бы даже ничего и не делала. Обязательно нужно создать ощущение небрежности, как будто вы не делали специально никаких укладок, желательно, чтобы это был пробор по центру, и даже если у вас короткая стрижка, она обязательно должна быть взъерошенная с легкими волнами на голове. Аксессуары. И, наверное, это самая главная часть этого видео и этого стиля, потому что именно, как я уже говорила, в аксессуарах и кроется весь секрет. Вообще весь стиль построен на деталях. Итак, чем богема шик, бога шик отличается от хиппи? Это именно из-за дорогих качественных аксессуаров. Если хиппи больше склоняются к фенечкам, к плетеным аксессуарам, к чему-то более в этно-стиле, то именно здесь бога шик отличается от хиппи тем, что мы используем не только и не просто естественные природные материалы для создания наших аксессуаров, а и дорогие материалы в том числе. Я сейчас вам показываю элемент образа, построенного в этом стиле. Изобилие браслетов. Вот это то, что характеризует этот стиль. Если мы говорим про браслеты, это не один, не два, а желательно пять, может быть, даже и десять браслетов, если они тонкие, если это крупные браслеты, три-четыре браслета на одной руке. Вот изобилие аксессуаров – это то, что характеризует этот образ. Если мы говорим про жерелье, нужно, чтобы на груди было три-четыре цепочки с кулончиками, обязательно золотые, не серебристые. Или это могут быть длинные сатуары, то есть длинные ожерелья с использованием кожи. Но, опять же, если мы говорим про кожу, про канатики, тогда их нужно компенсировать и какими-то дорогими вставками а-ля золотые вставки. Если мы говорим про этно-аксессуары, такие как бирюза и ракушки, то, опять же, желательно, чтобы этих ожерелья было несколько ниток, возможно, совершенно разных сочетаний, каких-то непредсказуемых сочетаний. А если мы говорим про сережки, то желательно, чтобы это были сережки-кольца, не обязательно классические кольца, это могут быть необычные тройные кольца, или, к примеру, это могут быть кольца с эффектом слоновой кости, или это могут быть трехэтажные кольца. Желательно, чтобы они тоже привлекали внимание и создавали ощущение перегруженности в хорошем смысле этого слова. Идем дальше, говорим про очки. Одна пара очков, которая лучше всего характеризует то, о чем я буду говорить, это очки Клоя, большие, круглые, с тонкой металлической оправой. Именно эти очки будут лучше всего смотреться в этом стиле и лучше всего вписываться в этот стиль. Причем они могут быть идеально круглые или с неровными краями, но вот именно эти очки в различных ценовых сегментах, не обязательно, чтобы это был дорогой бренд Клоя, возможно, найти и более доступные, но обязательно, чтобы они были крупные и большие, практически перекрывали половину вашего лица. Так, идем дальше, создаем более городской образ, я бы так сказала, берем голубые джинсы скинни, обязательно, чтобы они были голубые, выстиранные прямые или более скинни, то есть по фигуре и надеваем похожее как платье, но блузу, тунику, тоже многоярусную, тоже из легких струящихся материалов, обязательно с сочетанием различных фактур, различных цветов. Как я уже говорила, однотонность здесь не приветствуется. Когда мы говорим про бохо-стиль, мы прежде всего говорим про многослойность, и даже если это всего лишь одна блуза, она должна так выглядеть, как будто она состоит из нескольких элементов. Следующий пункт это верхняя одежда, то есть если есть необходимость надеть что-то поверх платья, что же мы должны выбрать? Первое, что напрашивается, это жилетка без рукавов из натуральной замши или что-то в этом стиле, я сейчас показываю дорогой вариант, это бренд Клоя, если я не ошибаюсь, но вам нужно найти что-то похожее, или это может быть обычная джинсовая куртка, но тогда постарайтесь, чтобы она выглядела более современно, например, она может быть оверсайз, то есть большого размера, или вы можете просто надеть ее на одно плечо для того, чтобы сделать какой-то трендовый современный акцент. Или более классический вариант, вы можете взять кардиган, объемный вязаный, тяжелый кардиган, если не хотите выглядеть слишком тяжело, можете повязать сверху ремень, но кардиганы, объемные вязаные кардиганы будут тоже отлично смотреться в этом стиле. Следующий вариант, я бы сказала, это не классическое понимание бохо-шик стиля, это более современное понимание этого стиля, это вы можете надеть обычный классический жакет а-ля с мужского плеча, вот такой стиль будет выдавать вас абсолютно продвинутую модницу, потому что это уже современное видение этого стиля. И последний пункт в этом видео, это кимоно в цветочный принт, покроено именно как классическое кимоно, или оно может быть больше как халат, но богемский шик подчеркивается именно вот таким легким небрежным отношением к жизни, когда вы можете практически в домашней пижаме или в домашнем халате выйти на улицу. Кимоно здорово сочетается с джинсами, я вообще считаю, что кимоно плюс джинсы – это формула на века. И вот тут уже уместно будет вспомнить про цыганские корни этого стиля и уйти больше в сторону ярких насыщенных цветов, такие как красные, бирюзовые, зеленые. Кимоно могут быть и укороченные, и длинные, здорово будут на каждый день смотреться укороченные кимоно. Если вы хотите создать более, ну не то чтобы вечерний, но более нарядный образ, тогда выбирайте удлиненные кимоно, которые будут практически вам по щиколотку. И не забываем аксессуары, аксессуары, аксессуары. Сейчас есть огромнейшее количество классных стильных кимоно. И в дорогом люксовом сегменте такие кимоно, например, как из шелка, и в более доступном варианте на ламода я нашла тоже несколько симпатичных кимоно, которые будут здорово и органично смотреться в этом стиле, особенно в сочетании с джинсами. И даже тоже кимоно, если оно яркого, интересного, насыщенного цвета, вы можете повязать широкий пояс, ремень кожаный, поверх кимоно сделать акцент на талии, и у вас практически получится вечерний коктейльный наряд выйти в клуб на дискотеку или в кафе с подругами в этом стиле. Если вам интересно, вы можете прогуглить и проискать ярких представителей этого стиля, такие как сестры Олсен. Это то, что мы больше называем бомж-стайл, но все-таки в гламурном, очень нарядном и откровенно расхлябистом стиле. Или это может быть актриса Сьена Миллер, которая тоже является ярким представителем этого стиля. И третий пример, который я хочу привести как икона стиля Боха Шик, это американский блогер Song of Style. Обожаю все ее аутфиты, особенно те, которые созданы именно в рамках этого стиля. Мне кажется, что это те образы, которые хочется копировать, которые хочется на себя надевать. Я оставляю ссылку на ее инстаграм, да, наверное, на ее инстаграм, если вам захочется немного воодушевиться именно этим стилем. И в итоге, в конце я еще хочу сказать, что Боха Шик, это, наверное, тот самый стиль, который имеет меньше всего рамок. Он настолько много эволюционировал, он настолько много впитал себя из различных стилей, что именно в этом стиле вы не можете ошибиться. Это я к тому, что экспериментируйте и не бойтесь ошибиться. В этом стиле не бывает ошибок. Главное, делайте акцент на детали, на аксессуары, на принты, и тогда все у вас получится. Мне кажется, что это видео должно было вас вдохновить на подвиги в этом направлении. По крайней мере, лично я вдохновилась и пообещала себе буквально завтра начать двигаться в этом направлении, искать, что же есть у меня в гардеробе, такого, из чего можно составить подобные образы. А я буду с вами прощаться. Не забывайте, что, как всегда, в инфобоксе есть много полезной информации. Практически все вещи, которые я показывала в течение этого видео на экранах, на все эти вещи есть ссылки в инфобоксе. Всем хорошего настроения и солнечного дня. Пока-пока!